В Твери выбрали лучших лидеров молодежных профсоюзных организаций. Итоги традиционного конкурса были подведены в четверг, 23 декабря, в Доме профсоюзов. Участникам предстояло презентовать себя, а также ответить на ряд непростых вопросов, касающихся деятельности профсоюзов. Тему продолжит наш корреспондент. Областной конкурс «Молодежный профсоюзный лидер-2021» имени Татьяны Смирновой в этом году прошел уже в девятый раз. На победу претендовали семь человек в двух номинациях. «Молодежный профсоюзный лидер» среди работающей молодежи и среди учащейся молодежи. Конкурс состоит из двух этапов. Первый – это самопрезентация, это домашнее задание об успехах первичной профсоюзной организации, о задачах, о проводимых мероприятиях. Второе задание конкурсное – это ситуация правовая и ситуация на знание законов о профсоюзе. Конкурсантам предлагалось ответить на такие вопросы, как, например, может ли первичная профсоюзная организация зарегистрироваться в качестве юридического лица, что есть основания возникновения трудовых отношений и другие. Лучших из лучших выбирала профессиональная жюри, в состав которого вошли в том числе люди, имеющие богатый опыт работы по линии профсоюзов. Студент первого курса магистратуры ТВГТУ Игорь Гришин – один из участников конкурса. На конкурс он представил проект, касающийся имиджа организации. Он нужен для того, чтобы студенты, которые приходят к нам, они могли адаптироваться к дальнейшей жизни в учебе, так и в своей профессиональной деятельности. Что, допустим, некоторые поступают в университет, не зная, что они хотят, а наш университет дает как раз ту базу, ту самую нужную нишу, которая может вам в будущем помочь. Как отмечают организаторы конкурса, опыт подобной работы должен послужить положительной мотивацией для усиления профсоюзной работы и вовлечения новых членов в первичные профсоюзные организации.